и 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 вот так вот 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 хорошо хорошо вот сюда нацепить доброго здоровьица уважаемые посетители канала нужное важное полезное это следующее вот работает кондиционер там работает вентилятор для того чтобы создавался такой благоприятный микроклимат можно было лучше там себя чувствовать работать и так далее но вот эти вот всем вещам надо подходить очень-очень осторожно и избирательно свежий случай свежий случай был я на море в ольгинке естественно жара там под 40 кондиционер и там кровати так стоять что через одну кровать кондиционер струя воздуха перебивает сверху идет она вторую так сказать она закругляется этот завихряется и вот как раз на этой кровати спал я вот и спать было холодно там 2 одеяло я второе одеяло все включаем кондиционер потому что так спать довольно таки трудно жарко потеешь поры открываются вот и мы так были с понедельника по субботу и вот как раз в пятницу уже последний день все это все нормально ка все хорошо я ложусь а под вечер и чувствую меня запершила в носоглотки как раз где дыхательные вот пути выходят в горло то есть носоглотка соединяется с горлом и пошла вот там запершила так неприятно ночью там похуже ну вот и и получилось так что я застудился кондиционером именно вот эту вот часть у меня сейчас чувствуете и голос такой соответствующий еще то есть сильно застудил да было вроде как приятно чувствовалось так знаете вот как бы сказать вот некоторая даже морозность которая в это время но как бы сказать вот воспринимается совсем по-другому хорошо то есть застудил и что здесь происходит чтобы я вам сказал значит смотрите начнем несколько по-другому с вентилятора я несколько раз спал под вентилятором тоже хорошо там обивает вроде там как комфортно но но что происходит происходит следующее когда слишком жарко то начинается потение поры открывается раз поры открыты то любая энергия ветра холода сухости жара входит в тело и вот незаметно для человека когда поры открыты и вот он спит ему жарко он лег так немножечко так его вивает уже не бы хорошо вот эта вот энергия входит и что бывало что тот бог который вот как раз больше всего подвергся там воздействию холодного воздуха он начинает болеть в основном то шея то плечи то под лопаткой то там еще чего-нибудь там такое это следствие того что в организм входит биоклиматическая болезнетворная энергия которая не свойственна организм то есть внутри нашего объема который мы занимаем организм занимает наш объем там имеется своя собственно энергия так вот когда поры открыты и как бы сказать вот возможен вот этот вот энергетический обмен он то вообще осуществляется регулярно но в данном случае организм как-то бы пытается там охладиться или еще что-то там такое сделать в жаркое время года а в это время вентилятор дует и вот это вот воздух вернее сказать не воздух а вот эта энергетика которая находится в воздухе она проникает в организм и меняет характеристики нашей внутренней энергии и это особенно сказывается на здоровье значит что если какая-то область вот там значит начинается что возникает почему возникает боли потому что когда она входит то наши ткани а ткани наши представляет собой холодцы той или иной степени густоты так вот когда мы охлаждались допустим вентилятором то этот холодец боли изгустился то есть произошло сжатие произошло сжатие как правило говорит продуло шею значит не повернешь боли в шее если ухо еще хуже тройничный нервы еще хуже плечи более-менее лопатки там спина более менее там вот вот как и пока вот это вот говорит студень этот опять не приобретет нормальную свою консистенцию вот это вот не выйдет будет продолжаться боли это что касается вентилятора нечто подобное происходит и с кондиционером тут просто к вентилятору добавляется еще холодный воздух помимо того ветра еще холод вроде бы как бы как бы хорошо но вот получается так что меняется вот помимо того что энергетика что у меня был подъем температуры у меня был даже таз но настолько я вот знаете вот эти пять дней вроде бы как бы сказать можно можно так даже выразиться знаете организм вроде так сильный и он справлялся там два-три дня возможно бы нормально но пять дней знаете какая бы сила не была но всему приходит конец за пять дней вот умудрилась меня значит вот это вот хорошенечко внедриться вот вот такая вот реакция была организма и до сих пор еще это все продолжается так несколько голова такая знаете я не сказал что она там свежая голос такой энергетика понижена значит а как же пользоваться вот этими благами я вот на основании своего собственного вывода вернее опыта пришел к таким выводам и практика показала вот у меня комната она примерно метров метров наверно эта комната будет 7 у меня и я по диагонали в противоположный конец поставил вентилятор вентилятор включил на самую маленькую вот эту вот мощность чтоб он крутил и причем я его направил вверх чтоб струя воздуха вверх потом опускалась то есть никогда не направляйте вот вентилятор или там вот этот вот сквозняк именно на себя это же касается и в автомобилях когда мы включаем кондиционеры вроде бы это и пошла вот такая вот ерунда продувает кондиционер машине чтобы воздух уже не напрямую на вас попадал а как бы сказать рассеянный от того отразился от этого отразился и получался знаете такой вот какой-то так такой нежный приятный ветерок обивающий это он должен быть найти вот вот едва ощущаться вот тогда будет нормально если это будет больше и как правило вот этот сплю идет значит во время сна потени обязательно произойдет вот этот эффект внедрения болезнетворной энергии ветра в организм и будет вот там то ли сжатие то ли вот как как прострел там и так далее так далее какие-то там боли будут еще более осторожно следует относиться к кондиционерам вещь конечно хорошая но понимаете вот эти вот резкие перепады когда мы здесь сделали для себя комфортную температуру допустим 20 градусов выходим на улицу где температура 30 и более вот этот контраст он плохо воспринимается для организма вышли на улицу начинаем потеть зашли сюда еще потенье не закончилось а этот кондиционер начинает нас обрабатывать потоками воздуха охлажденного и начинается вот это вот общая какая-то простуда именно из-за того что у нас открывается опоры и организм не понимает что ему там делать вот он открыл поры для того чтобы как бы сказать охладиться а тут мы в него внедряем еще холодный этот воздух то есть именно открытые поры позволяет проникать вот поры должны быть закрыты значит что касается кондиционера он должен дуть куда угодно но только не на вас ни в коем случае не на вас где-то там найти окольными путями чтобы это происходило такое вот охлаждение и вот что касается автомобилей у меня разные автомобили были его допустим в лексусе черном там охлаждение хорошее и там есть знаете такие движущие как бы шторки которые потоки меняет холодного воздуха туда-сюда туда-сюда вроде бы как бы приятно но я бы не сказал что вот вот до конца вот что-то такое есть приятно но тем не менее я бы не сказал что это хорошо в белом белой машине там лучше там как-то вот так все охлаждается но там знаете такой эффект сзади как-то воздух холодный идет тоже как-то ощущается не совсем комфортно как бы хотелось хотя машина дорогая это люксовские машины а вот что касается мерседеса в кузове 220 вот тут мне нравился там идет как-то охлаждение так что просто прохладно становится но ты не понимаешь откуда дует то есть нет вот этого потока воздуха туда-сюда совсем другое дело поэтому большинство водителей в дешевых машинах они как правильно отключает этот кондиционер для того чтобы он прямо тупо не дул в тебя и не охлаждал тебя и не простужал тебя здесь же вот он стоит примерно от меня где-то наверное метров ну может быть пять до него я поставил вот чтоб он не просто дул в одной стороны а вот так вот менял свое направление то есть туда-сюда струю воздуха вот это направлял по-разному но здесь еще более-менее поэтому благо цивилизации конечно вещь очень хорошая и телефоны тут и все эти часы и и кондишены и вентиляторы и и прочее прочее как бы сказать но ими надо пользоваться противном случае вот эти от блага ведут к тому что человек болеет среди среди благ он умудряется болеть из-за того что неправильно их используют кондиционеры направляет на себя надо так направлять чтобы ты их не чувствовал чтоб шло охлаждение но ты их не чувствовал далее вентилятор струю вентилятора ни в коем случае на себя направлять нельзя она должна тоже вот так вот и особенно это касается когда вы спите именно во сне происходит вот как бы сказать в разогрев тело особенно в летнее время открытие пор кожи и вот эта вся энергетика которая вас обивает она туда входит в организм а потом вы просыпаетесь ой-ой-ой шею не могу повернуть под лопаткой что-то прострелила спину заклинило сопли потекли и прочее 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 вот об этом я хотел с вами поделиться на своем собственном опыте осторожно используйте все эти блага и понимаете чем больше контраст температуры допустим здесь вы сделали 20 градусов вам там жарко а на улице 40 градусов вот этот контраст тоже он очень сильно отзывается на вашем здоровье вот как бы сказать поменьше этих контрастов чтоб у вас было и тогда нормально а так вот получается так как получилось у меня вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас заинтересовала Продолжение следует...